Одним из главных событий недели стал побег семи человек из психдиспансера, расположенного в селе Новая Брянь, Зайграевского района. Многие журналисты и блогеры при этом назвали сбежавших осужденными, что не соответствует действительности. Расскажу в передаче, почему это не так. И на этой неделе мы вновь посетили женскую колонию. Передачу об этом мы постараемся показать на следующей неделе вместе с интервью с новым начальником УФСИН Республики. А сегодня я хочу вспомнить о некоторых обвиняемых женщинах, которые проходили по уголовным делам, которые расследовала я сама. Что изменилось в республике, а что остается константой, то есть постоянной величиной. Здравствуйте, я Александра Мяханова. Первым о побеге на своей странице в фейсбуке опубликовал глава Бурятия Алексей Циденов, что для меня как юриста и системного человека очень странно и тревожно. На мой взгляд, все должны заниматься своими делами, за что получают зарплату. Тогда и побегов таких будет меньше. Равно как и других драм и трагедии, коих в республике огромное количество. Высказал свое мнение также в соцсетях, что более логично, что такие новости должны сообщать ведомства, на которые возложена прямая обязанность законом, а это МВД и Минздрав, главы которых отчитались по этому событию после публикации главы республики. К слову, глава первым же сообщил о поимке всех беглецов. Пиары это ли предвыборные, придуманные чиновниками, либо что-то другое покажет будущее. По его словам, из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бринни, Заиграевского района, совершили побег несколько осужденных. Сбежавшие были пойманы в тот же день. По словам сотрудников, при задержании мужчины не оказали сопротивления, пострадавших нет. Следственный комитет сообщил, что в Бурятии возбудили три уголовных дела после нашумевшего побега. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 «Халатность». В рамках него будет дана правовая оценка действием или бездействием работников диспансера, которые ответственны за соблюдение в учреждении мер безопасности режима и охрану лиц, получающих принудительное лечение. Помимо этого, дознаватели МВД возбудили уголовные дела о причинении пациентами во время беспорядков санитару телесных повреждений и о повреждении имущества диспансера. По части 2 пункта А ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», и части 1 ст. 167 УК «Умышленное повреждение чужого имущества». На месте также работали бойцы ОМОНа и СОБРа для координации действий. На место выезжало руководство Республиканского МВД и Минздрава. Местных жителей просили проявлять бдительность и следить за детьми. Данные уголовные дела в связи с резонансом были переданы прокурорам района, также в производство следственных органов Следственного комитета. Я же обратила внимание на то, что народ в республике бурно отреагировал на этот побег. Много было постов и комментариев в соцсетях, свидетельствующих об испуге. Исторически так сложилось, что у нас есть страх перед людьми с психическими отклонениями. А тут двойной страх. Эти люди и осужденные за совершение преступлений, и психически больные. Хотелось бы привести слова врача из 80-х. Он работал не в психдиспансере, а в кожвендиспансере. Но цитата будет к месту, по моему мнению. Я была в то время и услышала, как женщина с маленьким ребенком возмущалась, что она пришла за справкой, а тут много больных, и она боится заразиться. Врач резонно ей возразил, что все эти больные спокойно передвигаются по городу, и жители встречаются с ними в общественном транспорте и других присутственных местах. Просто они не знают, мы то есть не знаем, кто из них болен, поэтому не шарахаемся от них. Так вот, среди нас также достаточно много и людей с психическими отклонениями. И никто из нас не знает, когда у них может случиться приступ агрессии, что этот приступ может спровоцировать. Поэтому не думаю, что стоит так паниковать по случаю их побега. Более того, из своей практики могу сказать, что немало людей не рождаются с отклонениями в психике. Иногда они становятся таковыми в силу несчастного случая в виде падения или после того, как, к примеру, как его избили на улице. И далеко не все в таких случаях отказываются от своих родственников и близких. Это просто жизнь. Поэтому точно не приемлю, еще раз повторюсь, всеобщей паники по поводу побега как осужденных, так и больных. Исключение в виде маньяков – это отдельная тема. И последняя по теме, из юридического. Таких людей нельзя называть осужденными и преступниками. В соответствии с Уголовным кодексом России, преступникам можно называть только вменяемое лицо и только после вынесения в отношении него обвинительного приговора, вступившего, причем в законную СИО. А эти лица – не субъекты преступления. Они больные, совершившие общественно опасное деяние. Поэтому они временно изолируются от общества для лечения. В продолжение темы хочу напомнить о своем посещении Дома инвалидов Чехии, где живут люди с психическими заболеваниями. Туда даже сенатор приезжает практически ежемесячно и вместе с обитателями дома проводит свое время. То садит деревья с ними, то что-то ремонтирует, то катает их по лесу. Волонтерство в первую очередь – это ежедневная рутинная работа, в отличие от того, что у нас называется этим словом. В этом доме мне понравилась чистота, внимание к людям и, главное, открытость. Я россиянка, но мне разрешили пройтись по дому, по всем отделениям. Начиная от тех, кто нуждается в минимальной помощи, до самых тяжелых, которые нуждаются в постоянном уходе. Много раз рассказывала уже, как растерялась сначала, не знала, как себя вести, когда один из больных подошел ко мне и начал собирать цветы с моей кофточки. А в ответ удивились сотрудники, на мое удивление, что у меня нет опыта общения с такими больными. Если бы у нас были подобные интернаты, так открыты, и мы время от времени помогали им в свое свободное время, может, у нас не было бы практически животного, пещерного страха перед ними. Вчера мы в очередной раз посетили женскую колонию. Много женщин молодых, симпатичных, которые сожалеют о том, что совершили. Есть пожилые, которые осуждены на длительные сроки. Конечно, многие осуждены за незаконный оборот наркотических средств или убийства. И по-прежнему много осужденных за причинение тяжкого вреда здоровью. Часть из них из сельской местности. Приступают закон большинства при распитии спиртного. Замечу, что немало тех, кому отменены условные сроки. Они ведь не думают на воле, что по итогам их нарушений будет изоляция от общества. Передачу о них постараемся показать на следующей неделе вместе с интервью с новым начальником ОФСИН Республики. А сегодня хочу вспомнить о некоторых обвиняемых женщинах, которые проходили по уголовным делам, которые я расследовала. Мой рассказ был перекрывать кадры в видео с осужденными из женской колонии К-7, которых мы снимали в последние годы. Многие освободились и больше сюда не вернутся. Но нам хочется, чтобы сюда наши женщины не попадали совсем. Первая банда в современной истории Улан-Де запомнилась мне многим. И тем, что там все преступники были из хороших семей. И тем, что за расследование этого дела получила премию президента республики в конкурсе «Лучший следователь». Но было там еще множество отдельных историй. Их хватило бы не на один сериал. Расследовала дело почти год, поскольку в орбиту преступления на разных стадиях подготовки и совершения отдельных эпизодов было вовлечено очень много юношей и девушек. Преступники, когда готовились к последнему нападению, где куша ожидался по-настоящему крупный, разработали солидный план. Согласно нему, необходима была девушка, которая могла сходить на разведку. Идеально подходила на эту роль Ирина. Она приехала с своим мужем и друзьями из Барнаула, которые продали у нас большую партию масла, получили шальные деньги и развлекались в Бурятии. Ирина была очень красива. По-настоящему. Высокая, с точенной фигурой, огромными зелеными глазами, обрамленными пушистыми длинными ресницами. У нее была хорошая улыбка, достаточно приличный интеллект и к тому же спокойный характер. Она сходила к сторожу, переговорила с ним и потом рассказала, как там устроено нашим бандитам. При нападении сторож, парень, только что вернувшийся из армии и вышедший на первое дежурство, был убит. Ирину арестовали и по рассказам очевидцев, в том числе и сотрудников, при помещении в СИЗО она произвела фурор. Вспоминаются в таких случаях цитаты из фильмов «Девчата, курьеры» и другие о мечте девушек идти как королевишна и чтобы все встречающиеся мужчины падали и складывались в штабеля. На допросах она держалась спокойно, беседовали с ней о многом и по делу, и по жизни. Когда ее освобождала, она попросила разрешение забрать с собой записки, полученные ею в СИЗО. Я попросила принести их, ожидая пару десятков. И была удивлена, когда увидела, что их сотни, много сотен. С ее разрешения прочитала некоторые. Они были и в стихах, и в прозе. Все о любви к ней. Охранник прочитал все до этого, подтвердил, что они все с признанием ей в любви, с восхищением ее красотой. От разных мужчин, красивыми словами, в возвышенных тонах. Ира была достаточно сдержанной, но надеясь, что она многое поняла из этой истории, повзрослела и перешла из разряда красивой игрушки во взрослую, разумную женщину. Вторая история еще одной красивой девушки 20-летней давности. Жила она, назовем ее Таня, себе прекрасно в хорошем городе Иркутске. Училась на юридическом, между прочим, факультете университета. И в какой-то момент познакомилась с молодыми людьми, которым нужны были деньги. И не просто деньги, а большие деньги. И сразу, и без больших усилий. В таких случаях мысли рано или поздно выводят на наркотики, а именно героин. В Иркутске этот рынок уже занят серьезными людьми был в то время. Что делать? И тут нашей девушке приходит в голову мысль обо ланну де. Таня с приличным количеством наркотика прибыла к нам, познакомилась с двумя ребятами. Одного наняла водителем, другого охранником. Развернула перед ними картины будущего, пообещав, как Остап Бентер, личные Нью-Васекеи. Затем они прибыли на наш знаменитый, тогда пятачок на ПВЗ, где торговали наркотиком. Она провела торжественную встречу с дилерами, объявила им, что от крутых людей из Иркутска и ныне рынок она будет курировать сама. Те молча покивали, так как не по чину, ведь им спорят с женщинами. Взяли у нее десятки чеков, то есть разовая доза героина, для реализации. А затем наши пацаны употребили все, сообща этот халявный героин, и благополучно забыли в тот же миг про Таню. А она через некоторое время появилась с требованием рассчитаться. Все покаялись, пообещали отдать деньги позже и снова разошлись. Типа надоест дамочке и уедет. Таня, в свою очередь, считая себя умнее всех и начитавшись бульварных романов, вывезла одного из получивших от нее наркотик на Верхнюю Березовку. Стандартное место расправы в те времена. Там привязали его к дереву и избили. Причем Таня сама лично нанесла несколько ударов ножкой в дорогой обуви и сумочкой от известного европейского дизайнера. Второго увезли в холодный гараж и закрыли. А затем, зима-то у нас суровая, все-таки перевели в квартиру. Перевезли и стали угрожать остальным, что убьют его, если те не отдадут долг. Закончилось все безобразно, примитивно. Таня с подельниками убили еще одного должника и расчленили. Запаковали в мешки и выкинули за городом в лесу. При допросах в СИЗО, беседуя с этой невысокой, хрупкой, ухоженной и действительно красивой девушкой, я все пыталась понять, как можно за месяц превратиться из воздушного создания в монстра. Она же была спокойная и не реагировала. Не на одну мою интонацию. Просто отвечала на вопросы для протокола. Позже допрашивала и брала интервью еще у нескольких наркозбытчиц и из Улан-Удэ, и из других городов. Большинство очень красивые, с огромными зелеными, полыхающими, синими и карими глазами. Конечно, понимаю, что женщинам больше веры, наследствия им больше поблажек и наказания помягче. Но мысль подспудно сидит где-то. Почему же так много красивых? Вспоминается, героев Стигнеева из «Место встречи» изменить нельзя, что красивым больше доверяют. И преступники используют это при осуществлении своих замыслов. С вами была я, Александра Мяхнова. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова